Привет! Меня зовут Стас, а это Сэм. Практически полгода на этом канале не выходили видео. Не знаю, что было конкретной причиной для этого, то ли отсутствие свободного времени, то ли та ситуация ужасная, которую даже своими словами нельзя называть. Сейчас появилось свободное время и возможности и желание отвлечься от всех тех новостей, от всего того происходящего и просто выехать, попутешествовать. Это путешествие абсолютно спонтанное, я его не планировал. Это путешествие, наверное, о котором многие мечтают, когда ты можешь просто сесть в машину, в бесконечные точки, без какого-либо плана и просто ехать туда, куда глаза глядят. Когда у тебя нет ограничения по времени, ты едешь абсолютно никуда не торопясь. Едешь и наслаждаешься дорогой, наслаждаешься природой, наслаждаешься всем тем, что тебя окружает и встречается по пути. Это наш второй день путешествия с Сэмом. Путешествие в никуда, без плана, без мысли, без идеи на самом деле. Впервые у меня такое. Но ничего, посмотрим, что из этого получится, потому что очень интересно. Первая точка у нас стоит в воде Кавказ, в навигаторе вообще забита. Но, если честно, просто очень хочется в горы, а там не важно. То есть, возможно, будем заезжать на горнолыжные комплексы Архыс, Дамбай, при Эльбрусе. Я на Эльбрус постараюсь заехать. Если у вас есть предложения по поводу того, что нужно обязательно посетить на Кавказе, интересные и красивые места, напишите в комментариях, потому что я постараюсь как можно больше за эту поездку делать в интересных выпусках. На данный момент мы проехали около 600-700 километров, проехали Воронеж, за ним же мы переночевали. Не так много, на самом деле. Я думаю, получится проехать больше. До Владикавказа показывает около 1000 километров. Я понимаю, что за сегодня я, наверное, вряд ли их проеду. В идеале также, наверное, километров 700-800. Конечно, можно доехать сегодня и до Владикавказа, и до горнолыжек, но это уже будет темно, это будет уже усталость. Вы сами понимаете, каково это, кто любит путешествовать, каково это проехать около 1000 километров за сутки и в каком состоянии ты после этого будешь пребывать. Также у меня еще едет сзади Сэм, не хочется его мучить длинными переездами, поэтому мы останавливаемся раз в 100-200 километров, проходим, прогуливаемся, чтобы он мог сходить в туалет, побегать. Ну что, мы решили остановиться. До Ростова осталось около 200 километров. Решили остановиться, немножко прогуляться, размяться, с тем, чтобы побегал, но и пообедать. Ну, а то что-то какая-то, ну, а то что-то как-то с погодкой вообще, прям какой-то ураган начинается. Не знаю, там в стороне очень сильно видно, что поливает дождь, у нас еще пока нету, но я чувствую, что ветер дует в эту сторону и сейчас это все сюда придет. Как бы, такое-то волнительно. Я не знаю, во время грозы стоять посредине поля, опасно это или нет, напишите в комментариях. Вот, но это в то же время очень безумно красиво, но и страшновато, если честно, жутковато. Вот, видите за мной, да, темнота какая. Я вам еще с коптера все это обязательно покажу. Волнительно, но очень интересно. Ну, я думаю, что стоит пойти побегать пока, пока это все, пока это все надует, мы успеем побегать. Да, все темнее, темнее становится. Сейчас вам покажу, кстати, свой запас консерв, который я набрал на дорогу, потому что я решил запастись полностью едой еще в Москве и чтобы не тратить лишние деньги, потому что бюджет все-таки ограниченный, решил все взять с собой. То есть, показываю, что у меня есть. Один тунец, потому что один я вчера съел. Килька в томатном соусе. Скумбрия. Все, конечно же, в двойном экзекляре. Так, еще две баночки тушенки и еще одна скумбрия. Вот такой вот набор у нас консерв. Там еще огромное количество различной еды. Вот такой вот бюджетный набор путешественника. Там еще гречка, макароны, рис. Не знаю, насколько мне надоест, не надоест ли мне это все есть. Но я думаю, что обязательно в любом случае я буду заезжать в какие-то кафе, особенно где есть национальная кухня, потому что по плану еще хочется заехать и в Грузию, а возможно, если все нормально сложится, возможно и в Турцию. Но посмотрим, как бы, ну грех нельзя не отъехать. Ну а там-то по-любому, по-моему, в Америке, да, что-то там. Ну а там, как еще раз сказал, по-любому нужно будет заходить, пробовать национальную кухню, обязательно хинкали. Для меня это просто волшебство какое-то, потому что я был неоднократно в Грузии, и для меня там хинкали просто божественные. Ну что, гроза закончилась, теперь я хочу принять душ, хотя можно было, конечно, и под дождем немножко помыться, но да и ладно, короче. Не зря же я вот эту вот штуку на крышу вернул. Это мой такой душ самодельный. Кому интересно, кстати, пишите, расскажу, как и из чего он сделан, и постараюсь поподробнее показать. Но для начала мне нужно прикрутить вот эту вот лейку со всей этой конструкцией, которую не нужно было снимать. Так, я решил немножко модифицировать душ. Мне не нравится, что приходится постоянно снимать и прикреплять вот эту вот всю систему. Я хочу сейчас просто взять, отрезать небольшой кусок, чтобы это было просто постоянно держалось на крыше и не нужно было лазить. В любой момент можно было быстренько все включить, помыться и ничего никуда не отцеплять, не убирать. Получается. Вот такой вот коротыш. Еще раз повторю, душ сделан из-за тонализационной трубы простой из сотки. Влезают туда около 20-25 литров. И раза на 2-3 хватает помыться, в принципе, спокойно. В общем, я забыл упомянуть, что вся эта система не работает без компрессора автомобильного, просто как для подкачки колес. Тут вот вставляется мебель и все это работает вот так. По-моему, кайф. Ну что, душ в автопутешествии это просто вообще какая-то незаменимая вещь и я прям нисколько не пожалел, что в один момент собрал такую штуку. Да, есть там готовые варианты, конечно, там электрические насосы, которые вставляются просто в ведро или в емкость какую-то с водой. Ну не знаю, я как-то увидел такой вариант и мне понравилось. Ну и как-то смотрится вроде прикольно тоже. Вот, поэтому освежиться была прям отличная идея и можно спокойно теперь ехать дальше. Дальше нужно проехать Ростов и максимально сегодня уже нужно проехать, чтобы уже завтра лучше, конечно, желательно днем приехать уже куда-то в горную местность. Потому что ночью ехать по горам, ну, вообще такси идея. Поэтому собираемся и едем дальше. Да, Сэм. А это уже погода в Ростове. Просто ураган уже какой-то начинается. Что-то на юге совсем не южная какая-то погода, а просто какие-то ураганы постоянные. Я не знаю вообще слышно меня или нет, вот так я проезжаю Ростов. Капец просто. Решил полетать на коптере, только посадил его и начался очень сильный ветер. Я не знаю, какой-то ураган просто. Я думаю, сейчас опять ливанет, керанет. Потому что, ну, вот просто посмотрите, вот это вот, вот это вот, это просто вообще темнота. Приключение начинается. В общем, я думаю, что надо сваливать нахрен отсюда, потому что мы опять стоим просто среди поля. Блин, нас выдувает просто очень сильно. Я еле-еле закрыл дверь сейчас. Просто посмотрите. Просто кофе. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы и в Архизе. Это наша первая точка. Долго я думал, с чего начать, потому что изначально я планировал поехать в Дагестан. Да, именно в Дагестан уже второй или третий раз. Но сейчас я именно целенаправленно хотел поехать не по популярным туристическим местам, а в высокогорное село Куруш. Да, мы в нем были уже, но тогда нас успешно оттуда отправили, потому что не было пропуска. Сейчас я пропуск заказал, но, к сожалению, сделал это все в последний момент. Вот. Очередной раз, конечно, подготовка к путешествию на высшем уровне у меня. Вот. Поэтому немножко планы изменились. И решил сначала начать с Архиза, прокатиться по Кавказу, заехать дальше на Донбай, при Эльбрусе. И надеюсь, что в течение ближайшего времени пропуск будет готов и поеду в Дагестан. Дальше без понятия. Дальше не знаю. Может быть, поеду дальше в Грузию, возможно, дальше в Турцию. Но это все не точно. Пока решил покататься здесь, по Кавказу. Сколько раз я здесь был, но не перестаю удивляться всей той красоте, которая окружает здесь, конечно. Это просто не передать словами. Это, блин, очень круто. Просто, просто кайф, конечно. Слева от меня тут горная речка течет. А позади, ну, позади вы, наверное, не видите, позади у меня машина стоит. Но окружают это все горы. Все выпуски ближайшие, которые будут выходить на канале, они больше будут выходить на мой видеодневник про путешествия, где я буду делиться впечатлениями, какими-то интересными фактами, открывать новые места. Пишите в комментариях обязательно, что вам понравилось, что не понравилось. Пишите обязательно, что следует посетить на Кавказе. Возможно, я не все знаю, и поэтому мне интересно будет узнать ваше предложение. Это достаточно необычная для меня поездка. Это, наверное, такое путешествие мечты, назовем это так. Потому что это о том, о чем многие, наверное, мечтают. Просто сесть в машину и ехать, куда глаза глядят. Потому что нет никакого ограничения ни по времени, ни по направлению. Есть ограничения, конечно, по финансам. И не знаю, на сколько хватит денег, чтобы кататься вот так вот безостановочно. Поэтому, чтобы кататься как можно дольше, я закупился продуктами еще в городе. И трачу на еду по минимуму денег. В основном все траты это на топливо. Поэтому я думаю, что стоит заглянуть, конечно, и в Грузию, и в Турцию. Напишите, кстати, кто в ближайшее время посещал Грузию, Турцию. Что там сейчас с границей, насколько долго ее проходить, насколько сложно, насколько есть сложности с документами. Сколько стоит, кстати, сейчас очень интересно, сколько стоит топливо в Грузии и в Турции. Потому что я знаю, что оно гораздо дороже, но не знаю точно сколько. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки и комментарии писать. Потому что очень интересно для меня новое путешествие. Я путешествую один, не так часто это получалось. Не знаю. Странно, конечно, это все, потому что мы до этого путешествовали с Саней, сейчас она работает. Теперь мы только с Эмом. И с одной стороны вроде как и проще, а с другой стороны ты понимаешь, что ну точно скучнее. потому что когда ты видишь эту всю красоту, тебе очень хочется поделиться, обсудить с кем-то, а ты едешь один. Ну и сейчас я, конечно, пытаюсь поделиться с этим совсем с вами. Не знаю, насколько удается. Давно я ничего не снимал. Кстати, на канале около полугода ничего не выходило. На самом деле отвыкаешь от того, как разговаривать с камерой и начинаешь эти чувства запинаться и подбирать слова. Поэтому тут уже не судите строго. Я думаю, что за эту поездку я опять поднаберусь опыта и буду опытным видеоблогером. А пока ужинаем, пьем чай и ложимся отдыхать. Завтра, я думаю, будет день выходной. Постараюсь смонтировать этот выпуск, опубликовать его и продолжить наше приключение с Эмом по Кавказу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»